Салам алейкум Дагестан и доброго времени суток всем, кто смотрит наш проект в сетке вещания РГВК. Доброго времени суток тем, кто видит нас в повторе и в интернет-версии. Вы смотрите проект АУТОДФ и веду его я, Заур Гази. Прежде чем мы начнем сегодняшнюю программу, я хочу поблагодарить родной телеканал РГВК и хочу поблагодарить за помещение, которое нам предоставляет еженедельник «Свободная республика». О том, кто у меня в гостях, вы узнаете через небольшую паузу, она пройдет быстро. Итак, дамы и господа, время, когда я должен представить моего сегодняшнего собеседника. У меня в гостях замечательный человек Индира Меджидова. Индира, добрый вечер. Здравствуйте. Ну, я не мог вас не пригласить, потому что увидел то, что вы делаете своими руками. Это вязаные куклы. Как вам пришло в голову заняться вот этим? Это, наверное, в связи с тем, что долго сидишь дома с детьми, надо чем-то заняться, руки чего-то требуют. Всегда в детстве видела, что мама что-то делает. Вот. И как-то, как-то к этому. Нашел крючок, нашел моточек, ниточек и начал вязать. Ну, слушайте, ну... Интернет. А, интернет подсказывает, да? Конечно. А кто вы по своей основной профессии? Я бухгалтер-экономист. Как вы догадались, что вот человек, сидящий дома, может еще этим и зарабатывать? Как вам пришло это в голову? Наверное, это... Не каждый просто может так. Тут мне многие говорят, из моих знакомых, что тут нужно большое терпение. Нет, просто мне... Я не могу просто так сидеть и смотреть просто какие-то фильмы. Мне тоже неинтересно. А делать что-то своими руками мне всегда хотелось. Я всегда любила рисовать. Я хотела поступить именно на ход граф. Мне было интересно именно что-то такое более творческое. Ну, сидя дома, ты понимаешь, что тебе что-то надо делать. Что ты зайдешь с ума с двумя детьми. На тот момент у меня было только двое детей. Сидя дома, чем-то заниматься нужно. А то можно... Можно сойти с ума. Сойти с ума. Хорошо. Почему вот вам показалось, что именно куклы? Да, вот я, кстати, я бы тоже не назвал это куклой. У меня не сразу были куклы. Начиналось это все с маленькой мышечки, маленькое сердечко, потом мишка, зайка. И это потихоньку-потихоньку переросло. Ты смотришь. Сейчас такая вот глобальная сеть. Мы все можем говоряться в интернете и видеть там много всего интересного. И это все настолько захватывается, что тебе хочется дальше и дальше и дальше. И потихоньку пришла именно к куклам. Ну, не на этом, не на этом не останавливаешься, в любом случае. А есть люди, которые занимаются тем же самым, что и вы, только в других городах? Конечно, по всей России, не только, во всех странах это есть. И изначально вот это вот именно направление вязания игрушек, оно называется амигруми, Это в Японии, зарождение в Японии именно было. Потихоньку-потихоньку уже все на себя и Россия перевалила. Очень много, очень много рукодельниц по всей России, очень много. Ну, и во всех странах, может сказать. У вас есть какая-то связь между собой? Как вы общаетесь? Общаемся в Инстаграм. Через Инстаграм они вам пишут, они оставляют комментарии? Да, смотрим ролики на Ютубе, Инстаграм, мы в основном так. А не крадут у вас ваши идеи? Вы на это обижаетесь? Нет, такого нет. Мы все подсматриваем, мы все берем, черпаем, да, как какое-то вдохновение. И невозможно повторить одну и ту же игрушку, невозможно. Даже я не могу сделать две одинаковые игрушки. Вот вы попытались самореализоваться через вот это творчество. Ну, я только в начале пути. Да, да. Ну, я посмотрел на ваш Инстаграм, я думаю, что режиссер подмонтирует. Музыка. 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 Субтитры подогнал «Симон» 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 Хорошо. Вот перед записью мы с вами говорили, вы не смотрели «Игру престолов». А есть вообще сериалы, которые вы смотрите и вам доставляют удовольствие? Как-то давно мне посоветовали один турецкий сериал. Я начала его смотреть, я его посмотрела. Я очень разочаровалась в том, что я его посмотрела и больше не смотрела. Я вам советую посмотреть «Отчаянные домохозяйки». Вам понравилось. А, ну, это когда-то в детстве смотрелось. Когда не было детей, когда телевизор еще был в твоем распоряжении, что-то досмотрелось, конечно. Как вы думаете, вы сможете заниматься еще чем-то другим после вот этих кукол? Творческим. Вот вы сможете вернуться в бухгалтерию? Сидеть в кабинете? Нет, не смогу. Не могу и не хочу. Вы это поняли только тогда, когда у вас получилось делать вот этих кукол? Нет, тут еще есть момент, что я прям мама-мама. Так. Да, вот этот момент я не могу оставить. Я просто понимаю нынешнюю ситуацию, да, что оставить ребенка самому себе, выйти на работу, быть на работе с утра до вечера и приходить там. Ты поел, слава богу, уроки сделаны. И, может быть, когда-нибудь посмотрю, вот это вот я как бы рукоделие, это уже параллельно вышло, вытекло, да, если вместе с этим, с понятием таким. Вот вы сейчас говорите «мама-мама», но наверняка в соцсетях вы сталкивались с таким, ну, неким, может быть, нераздражением, может быть, даже с легким пренебрежением, когда вот я же мать, женщины, которые, пользуясь тем, что у них дети, начинают толкаться локтями и требовать каких-то особых преференций. Преференции, как вы к этому вообще относитесь? Я же мать? Нет, я же, нет, я мама-мама, но я же не мать. А есть большая разница между? Можете ее объяснить? Там, наверное, совсем со сдвигом у я же мать. А я мама, я просто, я должна находиться со своими детьми, я должна знать, где они, что они, контролировать. Это плохо, наверное, контролировать. А почему плохо? Ну, пока они маленькие, я должна знать все как. Почему плохо? Мне кажется, контроль бывает разный. Да. Бывают контроли уничтожающие. Я надеюсь, что в будущем это будет все в правильном русле у меня. Почему мама должна в первую очередь научить своего ребеночка? Ой, сказать сейчас какие-то высокопарные слова я не могу. Не, не надо высокопарные. Вот там мыть руки, не ковыряться на людях в носу. Да, я старость, у меня просто не настолько идеальны дети, поэтому я не могу сказать. Я вот толплюсь, толплюсь, но не получается. У меня дочка во втором классе сейчас. Не буду говорить, не буду жаловать. Не, не важно. Просто да, нет, я все время воспитание, девочка должна так, мальчик должен быть мужчиной. Ну, вот эти вот моменты, да, что уважение и так далее мы сейчас рассказываем. Давайте начнем с самого первого. Что, чему надо научить детей в первую очередь? В первую очередь. Вот только-только, да, только-только начал что-то понимать, вот на ваш взгляд, что чему можно и нужно научить? Я не знаю в первую очередь, чтобы ребенок не упал, ходить научился. Так, правильно ориентироваться в пространстве. Я сама не ориентируюсь в пространстве. Ну, чтобы не стукаться, чтобы не пахнуть. Чтобы не стукаться. Хорошо, контактировать с другими людьми. Контактировать, да. Это обязательно. У меня дочка очень контактная, сына нет. Младший еще совсем маленький. Ну вот, а как вы думаете, это можно научить? Или все-таки вот нас определяют какие-то врожденные? Я не знаю ответа на это. Я сама очень контактная. Это, наверное, может быть генетика заложить. Я не знаю, почему вот одни дети такие, другие такие. Оба вроде мои, но они абсолютно разные. Какие вы книги читаете своим детям, если читаете? Я поняла, что читать книги, ну, я имею в виду на ночь, если мы это имеем в виду, то на ночь книги я не читаю. Когда дочка была одна, я читала ей стишки, а к ней я борту и так далее. Она мне все знала наизусть. Дальше мне просто не хватило. Время. Да. Просто, знаете, ведь читают книги не потому, что там какая-то информация, это некая связь такая психологическая. Мы рассказываем, мы просто рассказываем стишки. Это просто форма связи со своим ребенком, он видит, что ты уделяешь ему время. Мы гуляем, мы рассказываем стишки. Ну, это в основном. Ну, то же самое, в принципе. Мы даже поем иногда. Насколько Махачкала приспособлена для таких людей, как вы? Для мамы с тремя детьми? Так. Вот вы выходите из дома с коляской. Этот город приспособлен для вас? Нет, конечно. Вам не приходило в голову, например, озвучивать такую проблему? Потому что вы же не иждивенка. Вы воспитываете новых граждан этой страны, которые будут платить налоги, служить в армии, создавать какие-то богатства для этой страны. И, наверное, вы имеете право хотеть какого-то комфорта вокруг себя. Ну, того, что мы хотим, ничего не менять. Вы уверены? Да, те же проблемы и в поликлиниках с этими очередями. Все и все. Это сейчас вам все говорят. Почему вы так говорите обреченно и нет никакой вообще надежды на то, что это можно изменить? Мне кажется, что нет. Почему-то. Вы знаете, если люди молчат, это изменить невозможно. Что-то меняется только тогда, когда люди озвучивают свои проблемы. Насколько я бы ни говорила, вот это не так, то не так. Но я все равно в любом случае люблю, я люблю родину, я люблю Махачкалу. Я пожила не в Махачкале, я люблю Махачкалу с ее загазованностью, с ее большим количеством людей, со всеми бизнесменами. Я люблю Махачкалу, пускай это будет залитая маршрутка. Мы не говорим, что вы не любите. Я тоже люблю этот город. Эти маршрутки меня все устраивают. Оно неприспособленное. Вот, понимаете, вы в той ситуации, когда вы можете выразить какое-то пожелание, вы же не просите для себя каких-то особых преференций, таких, как вы в этом городе, очень много. И они сталкиваются с теми же проблемами, что и вы. Пантусы, неприспособленные тротуары, транспорт, в который вы не зайдете. И тем, что неприспособленные тротуары, бывают приспособленные мамаши. Они берут своих детей, поднимают, либо дети выходят без той машины, которую надо поднимать как-то на пантусы. Просто вот, когда люди ничего не хотят и ничего не требуют, то и у властей не бывает никаких стимулов для того, чтобы это менялось. Если точечно, я живу не совсем в Махачкале, а в Туролях. И там, когда до нас цивилизация дойдет, я не знаю. Нет, Туроли – это отдельный трэш. Нет, это тоже, как бы, вот редукторный, и вот Туроли. Это практически сразу. Хуже, чем Туроли, только Семендер, по-моему. Семендер? Не знаю. Понятно. Ну, это другая вселенная, это Хасаверт. Понятно. Вы знаете, что Хасаверт начинается с троллейбусного кольца и заканчивается в Кизляре? А вот скажу один момент. В афганском парке, ну, вот я, как бы, мои родители живут, мои родители живут вот в этом районе. В афганском парке сейчас очень хорошая площадка детская, очень хорошая. Вот они только в этом году открылись. И мне прям нравится там. Там и сделали покрытие, и вот все аккуратненькие, вот эти качельки, все очень аккуратно сделали. Вот если бы везде, так было бы замечательно. Ну, афганский парк – это центр Махачкалы, но... Ну, как долго он был заброшен? Ну, да, он был долго заброшен. Мне, что удивительно, почему его не успели застроить. Потому что он-то со всех сторон уже там его обгладывали, то с одной стороны, то с другой стороны. Да, да, не урвали. Да. Хорошо, давайте вернемся к вашим куклам. Вы их как называете? Куклы или игрушки? Малыши, миники, как угодно куклы. Они, я понимаю, что для большинства людей, которые нас смотрят, этот вопрос может показаться странным. Они для вас живые? Конечно. У них есть имена? Нет, имен я не даю. Это привилегия того, кому они пойдут жить? Да, скорее всего так. Кто первый сказал вам, что... Слушай, Индир, а ты же делаешь классные штуки. Почему тебе не выставиться в Инстаграм? Почему тебе не попробовать их реализовывать? Мне никто не сказал, я сама к этому придется. Каким образом? А, ну да, вы же бухгалтер, вы умеете считать, в принципе. Хорошо. Какие игрушки самые сложные? Сложные, это куклы на каркасе с вышитыми глазами. Вот это самое сложное. Вы ей это делаете? Ну вот, там есть девочки. Понятно. На каркасе, имеется в виду, там проволочный каркас, чтобы она могла сидеть, стоять. Из-за границы вам писали по этому поводу? Из-за границы нет, Москва. С Москвы. Им понравились ваши игрушки? Да, но я отказалась, я сказала, что я не принимаю заказ. Почему? Не хочу работать с нашей почтой. Ага. Ну для меня это, это выйти с ребенком, это надо собрать эту бандерольку, это надо отправить, это надо отслеживать. Ну вот эти вот моменты для меня как-то немного... Вы, видимо, попытались... Я просто сама себе закрыла вот эти рамки, а так вообще, если захотеть, можно везде. Просто мне очень приятно, что вот вы моя землячка, что я могу показать, что в Дагестане есть еще и такое, поэтому мне очень жаль, что вы не вышли на уровень. А я это похвастаю, скажу, что в Махачкале только у меня вот именно вот такие игрушки. Ну с чертами, с лицом. В основном сейчас девочки перешли на плюшевую, они такие объемные, как раз-раз-раз-раз-раз, очень быстро вяжется игрушка, толстая ниточка, ну там нюансы есть. И у них как бы, ну, передать какую-то мимику очень сложно. Просто глазки там, бусинки и так далее. А вот когда ты вышиваешь, вот это вот более кропотливая работа, и там мимику можно, там можно эмоции передать, там можно как бы портретную куклу сделать. Ну, я одна такая в Махачкале. В Махачкале по Дагестану не знаю. Не знаю, вот я думаю... Это насколько я отслеживаю просто в Инстаграм. Я же отслеживаю. Да, да, да. Мне было очень приятно, что вы меня нашли, и когда я увидел вас... Более того, я вас связала. Серьезно? Какой кошмар, я этого боюсь. Это очень маленькое. Если вы откроете сами, можно мне открыть? А давайте вот вы мне подарите ее, когда я вам буду дарить свой подарок. Ой, вы мне будете дарить подарок? Нет, это, ну, хорошо. Давайте, давайте я потом посмотрю. А пока мы с вами просто поговорим. Я не могу вас не спрашивать о том, насколько вам удобно жить в этом городе. Я не могу вас не спрашивать о том, почему наши женщины настолько терпеливы и никогда не требуют того, что может, они того и заслуживают. Это просто заложено. Наши жены всегда воспитывали так, что говорили дочь, а девочка должна быть вот такая. Девочка не должна лишний раз где-то вылезать, говорить, возмущаться. Ну, по нашим женщинам не скажешь, что их так учили. И очень даже языка стоит. Да, да, да. Ну, когда касается таких глобальных проблем, да, мы почему-то затихаем. Просто это же вещи, которые, вернее, это явления, которые мы должны менять в городе сами. Если мы об этом не говорим, никому до этого нет дела. Люди во власти решают глобальные вопросы. И тот же самый пандус, об которого вы каждый божий день спотыкаетесь, подуют наши дети, вы не можете с коляской перешибнуть. Это проблема, которая будет оставаться бесконечно, пока кто-то не скажет, алло, мы в этом городе живые, мы тоже есть, мы тоже платим налоги, наши дети дышат этим воздухом, и они тоже ходят по этим дорогам. Поэтому очень важный момент. И вы, как человек, в руках которого есть вот такая красота из рук, из головы которого, мне кажется, что вам удовлетвориться вот этой мелочи будет все-таки в жизни мало. Мне кажется, что вы должны делать жизнь вокруг себя красивее. Или красивее. У вас не получится просто остаться вот в этом состоянии. Ну, мне не хочется. Вот именно, что у меня есть цель. Но когда дети подрастут, может быть, когда я к этому приду, мне хочется открыть и студию, мыслей мечт много. Но как к этому прийти? Ваши игрушки, вот их мимика, она все время какая-то ранимая. Они какие-то трепетные, они какие-то вот такие, знаете, вот только глазки открыли, и они даже как бы немножко испуганные. И этим самым они очень трогательные. Это идея к вам? Не все. Не все? Наглые тоже есть? Есть. Так, ну-ка, покажите мне наглую игрушку. Ну, во-первых, вот этот зайц, он не испуганный. Да? Да. Сейчас. Но это было давно. Так. А любимые есть игрушки? Нет, любимых нет. Они мне все любимые. Они обижаются, да, если... Это так, это очень наглые. Это очень... Это наши местные ребята. Понятно. Понятно, уже есть. Да, это местные ребята. Для кого покупаются ваши игрушки? Тут разный контингент есть, и совсем лялечки есть. Для прикола могут взять. Взрослые люди. Да. Вот, например, последние две девочки у меня было для 20-летних девочек. То есть, захотели портретных кукол именно на юбилей девочек. Они близняшки, но абсолютно разные. Понятно. И абсолютно разные. Здесь совсем маленькие девушкам. Ясно. Деткам. Ясно. А они понимают вообще, что это? Что это за игрушка, что это ручная работа, что это? Ну, те, кто ко мне обращаются, конечно, да. Те, кто ко мне обращаются. А так вот я участвовала в ярмарках. В одной я сама лично участвовала. Это было в Каспийских ярмарках. Там вот рукоделие и прочее, прочее. Вот. И, значит, я там сама была с ребеночком. Мне просто было интересно влиться вот в это все, посмотреть. Были люди, которые проходили мимо и спрашивают, ну, что это, почем это. Ну, детям-то всем интересно. Они все это хотят пощупать. Там и ревут, и плачут, и отдай, и дарила, и все такое. Вот. И мамка говорит одной девочке, да пойдем, я тебе лучше лол куплю. Я говорю, боже мой. Что, что куплю? Лол. Ну, куклы лол, вот эти вот пластмассы. А, да. Я тебе лучше лол куплю. Вот это было ножом по сердцам, конечно. Это абсолютно не понятно. И, понимаете, как говорил Казьма Прудков, кому и кобыла невеста. Да. Потому что, ну, помните, да, эту фразу, я не обязан всем нравиться, потому что не у всех хороший вкус. Шикарная фраза. Понятно. Здесь, ну, мама, у дочери уже есть хороший вкус. Я тебе сама свяжу, да. Да, да, да. У дочери уже есть хороший вкус, потому что она интуитивно поняла, что это хорошее. А дети-то понимают, они видят, что это, ну, что они такого раньше не видели, такого нету или где. Ладно, Индир, вам спасибо большое, и спругу вашему большое спасибо, потому что без его поддержки вы бы вряд ли смогли выбраться от троих детей. Конечно, никак без этого. Итак, дамы и господа, это была беседа с моей гостью, замечательным и светлым человеком Индирой Меджидовой. Мы увидимся с вами на следующей неделе, а самых терпеливых ждет притча. Всего доброго. Умирает женщина, и к ней приходит смерть. Женщина, увидев смерть, улыбнулась и сказала, что готова. К чему ты готова? – спросила смерть. «Я готова, чтобы Бог забрал меня к себе в рай», – ответила женщина. «А почему ты решила, что Бог отправит тебя в рай?» – спросила смерть. «Ну как же, я ведь столько страдала. Я уже точно заслужила покоя и любовь Бога», – ответила женщина. «От чего именно ты страдала?» – спросила смерть. Когда я была маленькой, меня всегда несправедливо наказывали родители. Они били меня, ставили в угол, кричали на меня, словно я совершила что-то отвратительное и ужасное. Когда я училась в школе, мои одноклассники издевались надо мной, били, унижали. Когда я вышла замуж, мой муж все время пил и изменял мне. Мои дети всю душу измотали мне и в итоге даже на мои похороны не приехали. Когда я работала, мой начальник все время кричал на меня, задерживал зарплату и лишал меня выходных, а потом вообще уволил, не оплатив даже ту работу, которую я сделала. Соседи сплетничали обо мне за моей спиной, наговаривали, будто я гулящая женщина. А однажды на меня напал грабитель, украл мою сумку и изнасиловал меня. «Ну а что ты сделала хорошего в своей жизни?» – спросила смерть. «Я всегда была ко всем добра, каждую неделю ходила молиться, обо всех заботилась, тянула все на себе. Я испытала столько боли от этого мира, что заслужила рай». «Ну хорошо», – ответила смерть, – «я тебя поняла. Осталась только одна маленькая формальность – подпись «Один договор» и прямиком отправляешься в рай». Смерть протянула ей листок с одним предложением, под которым нужно было поставить галочку. Женщина посмотрела на смерть и, словно ее окатили ледяной водой, сказала, что никак не может поставить галочку под этим предложением. На листке было написано, «Я прощаю всех моих обидчиков и прошу прощения у всех, кого обидела я». «Почему ты не можешь простить их всех и попросить прощения?» – спросила смерть. «Потому что они не заслужили моего прощения, потому что если я их прощу, это значит, ничего вовсе и не случилось, это значит, что они не ответят за свои деяния, а мне просить прощения не у кого? Я никому ничего плохого не сделала. Что ты чувствуешь к тем, кто причинил тебе столько боли?» – спросила смерть. «Я чувствую гнев, злость, обиду. Это несправедливо, что я должна забыть и стереть из памяти то зло, что совершали по отношению ко мне люди. А что, если ты их простишь и перестанешь испытывать эти чувства?» – спросила смерть. «Женщина на какое-то время задумалась и ответила, что внутри настанет в этом случае пустота. Ты всегда испытывала эту пустоту в своем сердце, и эта пустота обесценивала тебя на протяжении всего твоего существования, а те чувства, которые ты носишь в себе, придают значимости твоей жизни. А теперь ответь, почему ты испытываешь пустоту? Потому что я всю жизнь думала, что те, кого я любила, и те, ради кого я жила, оценят меня, и в итоге они все меня разочаровали. Я отдала свою жизнь мужу, детям, родителям, друзьям, а они это не ценили и оказались неблагодарными. Перед тем, как Бог попрощался со своим сыном и отпустил его на землю, Он произнес ему напоследок одну фразу, которая должна была помочь ему осознать жизнь в себе и себя в этой жизни. «Какую фразу?» – спросила женщина. «Мир начинается с тебя». Что это значит? Это о том, что за все, что в твоей жизни происходит, ответственность несешь только ты. Страдать тебе или быть счастливой выбираешь только ты. Так объясни мне, кто именно тебе причинил столько боли? «Получается, я сама себе?» – дрожащим голосом ответила женщина. «Так кого ты не можешь простить?» – спросила смерть. «Себя?» – плачущим голосом ответила женщина. «Простить себя?» – это значит признать свою ошибку. «Простить себя?» – это значит принять свое несовершенство. «Простить себя?» – это значит открыться для себя самой. Ты причинила сама себе боль и решила, что в этом виноват весь мир. И они не заслуживают твоего прощения. И ты хочешь, чтобы Бог принял тебя с распростертыми объятиями? Ты думаешь, что Он сотворил совершенное место для таких, как ты? Вот когда ты сотворишь свой собственный рай, где в первую очередь тебе, а потом и остальным будет хорошо, вот тогда и постучишь в двери небесной цитадели. «А пока Бог дал мне указание отправить тебя снова на землю, чтобы ты снова научилась создавать мир, в котором царят любовь и забота. Знаешь, как Бог наказывает женщину, которая считает себя идеальной матерью?» – спросила смерть. «Как?» – поинтересовалась женщина. Он посылает ей детей, чьи судьбы ломаются на ее глазах. «Я поняла», – сказала женщина. «Я не смогла сделать своего мужа любящим и преданным. Не смогла детей вырастить счастливыми и успешными. Не смогла сохранить очаг, где существовал бы мир и гармония. В моем мире все страдали». «Почему?» – спросила смерть. «Я хотела, чтобы все меня жалели и сострадали. Но никто так и не пожалел меня. Я подумала, что Бог уж точно меня пожалеет, обнимет и примет свой рай». Пожалуйста, запомни одну вещь. Самые опасные люди на земле – это те, кто хочет вызвать к себе жалость и сострадание. Их называют жертвами. Ваше самое величайшее невежество заключается в том, что вы думаете, что Богу нужна чья-то жертва. Он никогда не впустит в свою обитель того, кто кроме боли и страдания ничего не познал, ибо эта жертва будет сеять боль и страдания в его мире. «Отправляйся обратно и научись любить и заботиться о себе, а потом и о тех, кто живет в твоем мире. А для начала попроси у себя прощения за невежество и прости себя за это». Женщина закрыла глаза и начала путь заново, но только уже под другим именем и у других родителей. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok